Встаньте в капсулу для погружения. Чтобы наблюдать за морскими обитателями, ученые открыли под толщей воды станцию. Только объекты их изучения не обычные акулы и киты, а самые настоящие, доисторические монстры. Гигантская рептилия меня уносит в океан Юрского периода. Так называется мультимедийная иммерсивная выставка. Она рассказывает об обитателях древних морей, которые жили десятки, а то и сотни миллионов лет назад. Создавалась на протяжении почти полугода большой-большой командой с привлечением даже научных сотрудников, палеонтологов, которые помогали нам сохранять актуальность фактов, потому что ходит очень много мифов и легенд. Из одной эры в другую можно переместиться за одно мгновение. Чтобы время повернулось вспять или продвинулось на сотню миллионов лет вперед, нужно разбудить спящий вулкан, вызвать землетрясение, а еще лучше запустить метеориты. И гигантский метеорит снова уничтожит всех обитателей. Эволюция морской фауны от огромных моллюсков, эндоцеросов и наутилусов Ордовика до морских коров, которые вымерли пару столетий назад. На гигантских экранах представители практически всех эпох. В научной лаборатории выводят неизвестных животных. Например, у него может быть голова дунглиостея, тело мегалодона, хвост мозазавра. Чем питались, как приспосабливались и почему вымирали древние обитатели морского дна? Кто был самым страшным хищником за всю историю Земли? Этот мозазавр воссоздан натуральную величину. Вы только посмотрите, какие зубки. Не хотел бы я оказаться у него в пасте. Этот мозазавр подросток длиной 8 метров, ну а самые большие представители достигали 15-17 метров в длину. А насколько вероятно, что они выглядели действительно именно так? И у них окрас был такой же? Ученые проделали большую работу, поставили массу экспериментов. Поэтому я думаю, что вероятность весьма велика. Опуститься в батискафе на глубину 3 километров. Понаблюдать на подводном балконе за схваткой древнейшей акулы-мегалодона с предком кита базилозавром. Покормить левиафана. Интересных локаций на подводной станции очень много. Выставка стояла около года на ВДНХ, собственно, в Москвареуме. И имела огромный успех. И после того, как мы решили эту выставку там завершить, привезли ее сюда, во вторую столицу. В большей степени, конечно, она нравится детям, потому что тематика динозавров. Но для родителей мы тоже задумали очень много всего интересного. Они могут и почитать, и что-то узнать для себя. И большое количество фото, зон, иммерсивных зон. С начала ноября на выставке «Океан Юрского периода» в Охта-Молле побывали тысячи маленьких и взрослых посетителей. Обучение через развлечение – таков ее принцип. Ведь каждый, кто сюда пришел, становится настоящим исследователем в научно-экспериментальном подводном центре на дне доисторического моря. Продолжение следует...